Вой сирены сегодня днём оглушил автономию. Региональное управление МЧС проверило систему оповещения. Тревожные сигналы местные жители услышали в 12.35. Татьяна Сёмина увидела, как реагировали на учения биробиджанцы. Через несколько минут по всей автономии зазвучат сирены. Офицеры Центра управления в кризисных ситуациях в любую минуту готовы поднять население по тревоге. Всегда нужно держать порох сухим и готовиться при необходимости оповестить население. Это задача двойная. Это задача и гражданской обороны в особый период, это задача и мирного времени. Потому что есть возможный разлив каких-то химических веществ, не дай бог, может быть, по железной дороге что-то или транспортом перевозить будут. Внимание, говорит старший оперативный дежурный, запустить систему оповещения электросирены в городе Биробиджане в муниципальном районе. Также провести оповещение населения по телевизионным каналам. Строго по расписанию в 12.35 включилась система оповещения. Тем, кто услышал сигнал дома, необходимо включить телевизор и настроить его на канал «Россия-1». Информация будет также передаваться по радио России. Во время реальной чрезвычайной ситуации там будет размещена инструкция к действию. Несмотря на то, что сотрудники МЧС не припомнят случаев использования системы оповещения в реальных условиях, проверки проводятся ежегодно. На территории области расположено около 30 таких устройств, половина из них в областном центре. Они находятся в самых оживленных местах города. Помимо специальных устройств, подающих тревожный сигнал, в этом году использовали и городскую информационную сеть. Ее динамики установлены практически на всех остановках областного центра. Внимание, проводится проверка системы оповещения. Просьба соблюдать спокойствие. Несмотря на определенный технический износ, система оповещения к чрезвычайным ситуациям готова. Сработали все устройства, а вот жителей города тревога застала врасплох. Я ни разу не слышал, что таких серий не видел. Я подумала, что пожарная едет. Ну, подумали, что что-то происходит, может, учения какие-то. Она мне объясняла, куда бежать, где у нас есть бомбоуберниче хотя бы. Я знаю, что там раньше было бомбоуберниче, а сейчас там спортивный комплекс. В первую очередь у меня, в первую очередь на моем личном месте, это у меня дом и семья. В первую очередь я, конечно, побегу к своей семье, к своим детям, к всем своим родным и буду оповещать о том, что случилась чрезвычайная ситуация, надо просто спасаться. Тем не менее, биробиджанцы отреагировали спокойно. Как отметили в МЧС, телефон 112 молчал. Об итогах учений в ближайшее время сотрудники ведомства отчитаются и перед правительством автономии. Татьяна Семина, Игорь Смешной, Павел Антонюк, Владимир Кручинкин, Вести Биробиджан.